Сразу три игрока Сыктывкарского мини-футбольного клуба «Новая генерация» вызваны в расположении сборной. Для голкиперов Александра Кригера и Кирилла Щурка присутствие в стане главной и молодежной команд страны вполне ожидаемо. В сентябре основной голкипер генерации дебютировал в составе национальной команды. Драгон Томич, Кригер, Кригер удар, Кригер мимо ворот! Как бы было здорово, если бы Александр в своем первом матче за сборную России забил! Александр, первая игра, первая победа, не хватило только первого гола. Ну да, был моментик попасть в пустые ворота, не забил, будем тренировать, работать. Самое главное, что выиграли, дебют удался, я вышел в втором тайме. Команда молодцы, ребята умницы, всех с победой. Какие вообще эмоции от дебюта? Да только положительные, присутствовала небольшая нервозность, но она с первой минуты ушла. Приятно выступать за национальную сборную, вдвойне приятно побеждать. Максима Емельянова, сыктывкарские болельщики, знают меньше. Этот игрок у нас в аренде, но он уже закрепился в основе молодежки. Примечательно, что вызов пришел сразу после победы новой генерации в кубковом дерби. В первом матче 1-8 финала, напомню, сыктывкарцы обыграли Ухту 3-1. Учебно-тренировочный сбор под руководством Сергея Скоровича будет завершен 25 октября. По его итогам тренерский штаб национальной сборной России определит список футболистов, которые отправятся на международный турнир в Финляндию, в город Ювискюля. Там наша команда сыграет с финнами, датчанами и чехами. И в продолжение темы. Республика Коми вошла в топ-6 российских регионов по развитию мини-футбола. Список предсказуемо возглавляет Свердловская область. Здесь расположена главная кузница талантов, мини-футбольная школа Виссинара. Далее Москва и три сибирских региона. Четыре года назад в этом рейтинге мы были в тройке, но смена курса на омоложение в двух ведущих клубах региона, новой генерации Ухты, немного пошатнула позиции. Впрочем, шестерка лучших среди 83 субъектов вполне достойный результат для базового вида спорта. Финальный этап Кубка России по хоккею с мячом, отмененный ранее из-за погодных условий, пройдет в Сыктывкаре с 30 ноября по 3 декабря. В первом полуфинале скрести от Клюшки Хабаровский СКА нефтяник и Архангельский водник. Второй полуфинал между Московским Динамо и Красноярским Енисеем пройдет 1 декабря. Финальный матч 3 декабря. Максим Васильев, телеканал Юрган.